Друзья, я всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram-канал Amarkets, в котором каждый день мы постим, размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь. Сегодня, поскольку у нас понедельник, традиционно для этого дня состоится вебинар, правильный понедельник в 16.00 по московскому времени, в ходе которого мы обсудим ту тему, которая наберет больше всего ваших голосов в сегодняшнем голосовании, которое пройдет в Telegram-канале. Традиционно будет предложено несколько тем на выборы и та, которая станет наиболее востребованной, будет центральный в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, друзья, мы следим за основным новостным фоном. На этой неделе предлагаю обратить особое внимание на заседание канадского регулятора Банка Канады. Оно состоится в среду. Мы следим за парой доллар-канадец уже некоторое время. Ранее поставили на то, что канадский доллар будет укрепляться, пользуясь поддержкой восстановительной динамики рынка нефти и высокой вероятности того, что Банк Канады все же не остановится на текущем цикле ужесточения монетарной политики. Точнее, на тех решениях, которые были приняты, пойдет дальше и повысить ставку как минимум до 4,5%. Я допускаю, что даже до 5% в перспективе ближайшего полугода. Соответственно, жесткая монетарная политика, которая остается актуальной для канадского регулятора, будет также выступать попутным ветром для канадского доллара. Сейчас пара доллар-канадец котируется на отметке 1,3376. Наша цель 1,32. В пятницу вышли данные по розничным продажам. По факту мы увидели снижение показателя на 0,1%. Но я думаю, что даже в этом плохом отчете мы можем увидеть даже больше позитива, особенно если соотнести этот фактический релиз с ожиданиями рынка, поскольку участники рынка предполагали, что розничные продажи снизятся на 0,5%. Поэтому более лучшая статистика в купе с последними данными по рынку труда, по инфляции, на мой взгляд, это очень весомое основание нам говорить о том, что канадский регулятор имеет полное право повысить ключевую процентную ставку. По другим финансовым активам. Рынок нефти 87,28. Своевременно мы купили этот актив, сейчас уже с хорошим профитом. Я думаю, что рост продолжится. Причем сейчас в Китае отмечается китайский Новый год. Фактически это период больше, чем неделю, праздничный сезон. В этот период растет спрос на нефтепродукты, на нефть логическим образом. Я думаю, это можно объяснить. И тем более, на прошлой неделе я, по сути, каждый день делал акцент на то, что этот период будет периодом повышенного спроса на топливо и, скорее всего, периодом роста котировок и бренда и WTI. Пока все так и получается. Импорт нефти в Китае в декабре вырос на 4%. По предварительным данным, в январе этот показатель прибавил еще 2%, плюс к тому рост. И фактически рост составил уже 6%. Ранее, на прошлой неделе, мы с вами анализировали доклады Международного антического агентства и ОПЕК, которые по консенсусу нам подсветили возможность роста спроса на нефть в этом году на 2 миллиона баррелей в сутки. И причем в обоих случаях агентства делали отсылку на Китай и на то, что экономическая активность, которую стоит ожидать в плане ее роста в Китае, будет способствовать более высоким показателям потребления. Я с этой логикой абсолютно согласен и считаю, что решение китайских властей по отмене политики нулевой терпимости к ковиду, открытие границ, это все то, что принесет свои плоды на дистанции и будет способствовать последующему восстановлению экономической активности в Китае и логическим образом поддерживать спрос на углеводороды, потому что Китай это основной потребитель аналитического сырья в мире. Не забывайте также про риск, который реализуется фактически с каждым днем. Это сокращение объемов поставок из России. Ставим знак равно сокращение глобального предложения. С 5 февраля вступит в силу эмбарго на поставку нефтепродуктов, соответственно, предложений станет еще меньше. И я всерьез допускаю, что уже в рамках этой недели мы можем протестировать по бренду сопротивление 90 долларов за баррель. Европейская валюта 1,0892. В качестве каткосрочной цели у нас было сопротивление 1,10. Я думаю, что к этому уровню евро в ближайшие дни придет. Европейская валюта сейчас пользуется, конечно же, слабостью доллара. И рост евро опирается на жесткий комментарий представителей Европейского центрального банка. В частности, глава банка Франция Франсуа Велюра дал понять, что борьба с инфляцией еще не завершена, и ставку Европейскому центральному банку нужно повышать так же активно, как он это делал и ранее. Глава банка Нидерландов класса Кнот дал понять, что он будет поддерживать идею в феврале на заседании Европейского центрального банка о повышении ставки на 50 байсных пунктов. И все точки над «и» расставила Кристин Лагард на форуме в Давосе, подтвердив, что в планах Европейского центрального банка по-прежнему активное повышение ставки, в результате чего ключевая ставка ЕЦБ на ближайших трех заседаниях может вырасти на 125 базисных пунктов. На этом, конечно же, евро восприял духом. И вот этого фундаментального топлива, скажем так, будет вполне достаточно, чтобы поддержать дальнейшее ралли европейской валюты. Но не забывайте, друзья, я предлагаю на этой ноте перейти к индексу доллара, который сейчас котируется на отметке 101.50. Да, продавцы очень успешно используют текущую ситуацию без новостного рынка. Ранее мы пришли к выводу, что доллару будет очень трудно восстановить свою позицию до появления следующего значимого фундаментального триггера. К сожалению, этот триггер появится относительно не скоро, через две недели, поскольку им будет заседание американского регулятора с 31 января по 1 февраля, на котором ставку повысит точно на 25 базисных пунктов как минимум. В планах американского регулятора поднять ставку после февральского заседания еще и в марте на 25 базисных пунктов. Я рассчитываю на то, что жесткая монетарная политика и сам факт того, что ставка американского регулятора достигнет 5%, поддержит все-таки ралли доходности американских облигаций, как ранее отмечали эксперты-аналитики Citi и Bank of America, что ожидаемый рост к концу первого квартала доходности Treasury с выше 4% вернет покупателей в индекс доллара. Да и индекс доллара, в принципе, уже должен был бы восстановиться по всем канонам анализа и технического фундаментального. За последние несколько месяцев этот инструмент посел на 10% и не дал никакой коррекции. Уже давно пора все-таки вознаградить тех, кто ставит на рост этого инструмента. Золото 1928 долларов за трость к концу. Смотрим на индекс траничных настроений. Он по-прежнему за то, чтобы мы держали длинные позиции. 73% трейдеров продают. Еще один фактор поддержки это продолжающийся растущий спрос, рост спроса на золото со стороны институционалов по данным комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC. Последний отчет показал то, что совокупная спекулятивная позиция достигла 153 тысяч контрактов с 155, которые мы наблюдали недели назад. При таком интересе со стороны реально крупных денег у золота тест 1950 это ближайшая целевая перспектива. И что касается пары доллар-иена, 129.75 по-прежнему все без изменений. Друзья, ждем смену руководства Банка Японии. Настраиваемся на то, что высокая инфляция заставит японский регулятор все-таки уже сочить монетарную политику. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!